МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 55 лет со дня первого полета человека в космос, как рязанцы вспоминают о легендарном дне и самом знаменитом человеке на Земле. Рязанскую поликлинику номер 4 наказали за недочеты в организации записи на прием к врачу. Сотрудники полиции совместно с курсантами и преподавателями университета МВД провели в рязанской школе урок мужества. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут утра с космодрома Байконур в степи Казахской ССР состоялся запуск ракеты-носителя с космическим кораблем «Восток», на котором член первого отряда космонавтов, 27-летний Юрий Гагарин, первым в мире совершил свой легендарный полет в космос, открыв человечеству дорогу к звездам. В этот день наша страна стала первой навсегда. В нашем городе сегодня вспоминают человека, совершившего важнейший и самый смелый шаг в исследовании космоса. Юбилейную дату первого полета человека в космос в нашем регионе начали отмечать еще зимой. На льду озера Велье в Рязанской области нарисовали огромный портрет Юрия Гагарина. Космонавт изображен в шлеме СССР, в котором он 55 лет назад, 12 апреля 1961 года, впервые отправился в космос. Авторы портрета – Илья Стерлюкин и Алексей Бусаров. Сначала они при помощи приборов спутниковой навигации протоптали контурные линии, а затем лопатами расчистили снег в нужных местах. На создание картины ушел день. Размер работы – 150 на 120 метров. Процесс на камеру квадрокоптера заснял фотохудожник Олег Буцкий, и видео с огромным изображением космонавта стало известным на всю страну. А сегодня, в 55-ю годовщину полета в космос, в 16-ю школу приехали ветераны космодрома Байконур, чтобы рассказать школьникам о встречах с Юрием Гагариным. Вот сейчас многие легенды ходят, что там, как назначали первого космонавта, Юрий Гагарин знал, что он полетит первым. До всех этих заседаний, обсуждений и так далее, и так далее. В музее сейчас у нас, наверное, где-то около более полутора тысяч экспонатов. Вот последний экспонат нам на той неделе принесли дети. Бабушка одна отдала газету. Вечерний выпуск газеты «Известия» от 12 апреля 1961 года. Ко дню космонавтики в этой школе всегда подходят ответственно. Нынешний год не стал исключением. 5 марта был дан старт проектом. Проектом «Космический город мечты». Ребята делали проекты, делали ракеты, различные макеты. Все эти модели макеты, они представляют сегодня в праздник, 12 апреля. А далее у нас будет защита этих проектов. Ребята должны будут защитить, что это за город, как там живут люди, как они там общаются, на чем они передвигаются, какие у них взаимоотношения, есть ли у них войны. Было бы интересно вам, например, слетать на такой же ракете в космос? Да, мне бы очень было интересно. Я бы очень этому обрадовался. Когда бы пришел домой, я бы всем об этом рассказал. И мне бы это все очень понравилось. Прямо на днях семиклассники вернулись из Калуги с форума «Мы, дети галактики», где заняли первое место среди школьных команд исследователей космоса. И заинтересованы космосом в этой школе все, от самых маленьких до старшеклассников. В вокзальном комплексе «Рязани-1» состоялась традиционная акция «Час пассажира». На ней сотрудники линейного отдела полиции, транспортной прокуратуры, администрации железнодорожного вокзала и пассажирской компании объединились, чтобы пообщаться с гостями и жителями города. Акция прошла в режиме диалога. Собравшиеся граждане могли поделиться своими проблемами и услышать варианты их решений. Вопросы, конечно же, касались железнодорожного транспорта и качества обслуживания пассажиров. Акция «Час пассажира» проводится ежеквартально уже на протяжении многих лет. Сотрудники ведомств подчеркивают, что это мероприятие создано для того, чтобы наладить диалог с пассажирами, поскольку не все люди обладают временем обратиться в те или иные структуры со своими большими и маленькими проблемами. Вопросы в основном возникают по работе железнодорожного транспорта, по объективности, правильности действия работников железнодорожного транспорта, сотрудников полиции. И вопросы, связанные с проездами в электропоездах и в поездах дальнего следования. Вот для заметных ваших структур, насколько такая взаимосвязь важна? «Связь, она, безусловно, важна. Так, например, обращаются люди в электропоездах, когда сотрудники полиции не всегда видят, не всегда, может быть, правильно реагируют на те или иные ситуации, которые складываются там, и с курением в электропоездах, и с проездом нетрезвых пассажиров. Тем самым они дают нам возможность увидеть свои недостатки, свои пробелы и попытаться реализовать все вот эти свои недостатки в нужном направлении». Работа сотрудников полиции на железной дороге направлена на предотвращение преступлений, ведь их намного проще предотвратить, чем в дальнейшем раскрывать. Полиция достаточно хорошо работает, возможно, поэтому в этот раз граждан волновали другие вопросы. «Можно выложить свое мнение, что ты хочешь спросить. Вот я спросила, я езжу на дачу, мне неудобно, что вокзал на ремонте, и далеко касса отнесены». Все обеспечивающие железнодорожные структуры станции Всасово вынесены за территорию вокзала на расстоянии примерно 400 метров. Это билетные кассы, залы ожидания. Все это, конечно, доставляет неудобства гражданам. «Обращаются по этому поводу к администрации пассажирской компании, что хотелось бы комфорта и удобства, в общем-то, за те деньги, которые они платят за проезд в электричке или за нахождение на вокзале. К сожалению, действительно, там проводятся ремонтные работы. Железнодорожная организация старается все-таки это ускорить, этот процесс, потому что, безусловно, это все контролируется и предоставить максимальный комфорт пассажирам». «Ну, когда, например, это умерет лицо?» «Ну, со слов работников железнодорожного транспорта, к концу лета должно уже быть все отремонтировано и в полном объеме запустить функции вокзала в том виде, в каком они должны быть». Получается, что акция «Час пассажира» позволяет решить некоторые вопросы граждан прямо на месте. Если же у кого-то появляется желание более детально рассмотреть проблему, тогда в ходе этого мероприятия рязанцы оставляют свои заявления, предложения и дальше они рассматриваются в соответствии с порядком закона. В любом случае, для тех, кто не сумел посетить эту акцию, двери железнодорожного вокзала, транспортной прокуратуры и полиции Рязани всегда открыты для всех граждан города. Рязанскую горбольницу номер 4 наказали за недочеты в организации записи на прием к врачу. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава. Недочеты привели к созданию очереди. В итоге к исполняющему обязанности руководителя данной медицинской организации были применены меры административного взыскания, отмечается в сообщении. Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий также отметил, использование электронной системы записи должно консультироваться для тех, кому сложно освоить современную технику. По его словам, в каждом медицинском учреждении нужно назначить дежурных администраторов или сотрудников поликлиник, к которым пациенты могут обратиться в случае возникновения трудностей, а терминалы следует содержать в исправном состоянии. Приведение в порядок системы записи больных на прием к специалистам позволит избежать очередей. Напомним, в сети появилось видео, на кадрах которого видно, как очередь за талонами на прием к врачу в Рязанской поликлинике номер 4 не умещается в здании. По словам автора записи, сделана она была в четверг 7 апреля около 7 утра. На соревнованиях в бассейне Рязанского медицинского университета собрались не только спортивные, но еще и умные люди. Около 200 сотрудников учреждений здравоохранения Рязани и области выступили в командных и личных зачетах в различных возрастных категориях, как ветераны труда, так и совсем юные медицинские работники. В заплывах участвовали люди даже с разницей в 20 лет. Подробности в материале Анны Герцовской. Перед началом заплывов команды выстроились в ряду, приглашенные гости выступили перед собравшимися. Мы всегда пропагандируем здоровый образ жизни и приверженность наших жителей к спорту. И если бы врачи, мы не будем показывать на своем примере, как нужно к этому относиться, как нужно, скажем так, поправлять свое здоровье, как нужно профилактировать здоровый образ жизни, то тогда кто нам поверит. Поэтому мы уже второй год проводим такую спартакиаду. Если в прошлом году в спартакиаде участвовало буквально несколько больниц, то в этот раз на воде оказалось много представителей районов. Желающих становится все больше, от этого поднимается и статус, и настроение соревнований. Такие соревнования должны проводиться раз в год, это точно. Чтобы все встретились, поучаствовали, посоревновались и показали лучшие результаты, на что они способны. Эмоциями делилась не только молодежь, но и профессорско-преподавательский состав Рязанского медицинского университета. Владимир Мартынов довольно часто принимает участие в различных соревнованиях по плаванию. Он сказал, что пару месяцев назад ветераны вузок выиграли студентов в соревнованиях Кубка ректора по плаванию. Это замечательное событие. Я думаю, что лидер в организации этого мероприятия, наш ректор, молодой, энергичный. Он и нас, ветеранов, подтягивает под себя, строит соответствующим образом. То есть мы должны ему соответствовать идее здорового образа жизни, вуз здорового образа жизни. И мы стремимся к этому, стараемся, держим марку. Пусть студенты на нас равняются, вот они посмотрят, как мы поплывем. И тогда решат, стоит ли это делать или нет. Выступили, конечно, все, а энергичный ректор вуза Роман Калинин в своем выступлении назвал Аквамед точкой притяжения самых здоровых и самых лучших врачей. И выразил надежду, что эти соревнования станут традицией всех докторов региона. Наш университет – это та кузница, которая готовит молодых врачей, наших преемников. И мы очень благодарны Роману Евгеньевичу Калинину, с которым сотрудничаем по многим аспектам. И в плане кадрового потенциала, и в воспитании подрастающего поколения, и вот, скажем так, в таком вот сфере, как здоровый образ жизни. Так что Рязанский медицинский университет вновь отличился своей энергичностью, современностью и стремлением к популяризации здорового образа жизни. Бассейн Аквамед работает в полную мощь уже с августа 2014 года. На этой воде проводились соревнования даже международного масштаба. Следующий турнир подобного уровня, который пройдет здесь, это Всероссийский чемпионат по плаванию среди студентов медицинских и фармацевтических вузов. Состоится он в октябре этого года. Но до этого Аквамед еще найдет, чем порадовать рязанских спортсменов. Сотрудники регионального ОМВД совместно с курсантами и преподавателями Рязанского филиала Московского университета МВД России провели в средней школе номер 35, урок мужества, на котором рассказали старшеклассникам о службе в полиции и вспомнили о выпускнике этой школы и филиала университета МВД Андрея Фирсовия, погибшим на Северном Кавказе при исполнении служебного долга. Полицейские рассказали старшеклассникам о службе в органах внутренних дел, а также показали интересную презентацию, направленную на профилактику подростковой преступности. Курсанты Рязанского филиала Московского университета МВД совместно с сотрудниками ОМВД России по Рязанской области и Управлением образования в канун летних каникул и 9 мая проводят курс лекций с учащимися школ, где разъясняют законодательство на такие темы, как вандализм, хулиганство, экстремизм, появление в пьяном виде, распитие спиртных напитков. Доводится до учеников школ ответственность за различные уголовные и административные правонарушения. Все это делается с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. На здании школы номер 35 города Рязани установлена мемориальная доска, посвященная выпускнику школы Андрею Фирсову, погибшему при исполнении служебного долга. Полицейские, курсанты, преподаватели Рязанского филиала Московского университета МВД России еще раз напомнили учащимся о подвиге Андрея Фирсова. Рассказали об этом внимательном и воспитанном парне. Календарский час для детей до 18 лет установлен не только на территории, но и на всей территории Российской Федерации. В период с 1 октября по 30 апреля, это с 22 часов до 6 утра. И в следующий период с 1 мая по 30 сентября, с 23 часов до 6 часов следующих сутров. В 2007 году воспитанник школы номер 35 и выпускник Рязанского филиала Московского университета МВД России, проходивший службу в органах внутренних дел Рязанской области, был направлен в служебную командировку, в которой погиб при исполнении служебных обязанностей в республике Ингушетия. Посмертно Андрея Фирсов был награжден Орденом Мужества. Старшеклассники и учителя средней школы номер 35 поблагодарили полицейских за интересную встречу, а сотрудники полиции поблагодарили школьников за сохранение памяти о коллеге. И вновь вернемся к теме космоса. 12 апреля исполняется 55 лет с момента первого полета человека в космос. Рязанская Земля имеет к этому эпохальному событию прямое отношение. Первый мыслитель, кто высказал идею необходимости освоения человеком других звездных миров, был наш земляк Николай Федоров. Константин Циолковский разрабатывал уже практические методы выхода человека в безбрежные просторы Вселенной. Эти люди первыми торили путь человечеству в космос. А некоторым будет интересно узнать, что сам Юрий Гагарин бывал в Рязани и не раз. Несмотря на то, что Гагарин был кумиром целой страны, особенно любили его в Рязани. А он отвечал взаимностью, ведь Рязанская область – родина основоположника теоретической космонавтики. Вот как он сказал об этом. Велик ваш земляк открыл нам дорогу в космос. Преклоняемся перед ним. Его теория стала практикой. Вон уже сколько ребят стало ближе к звездам. Один из журналистов заметил – вы первые. Это ничего не значит. Не я, так кто-нибудь другой пошел бы эту дорогу. Словом, слава Константину Эдуардовичу. Кроме того, в нашем городе космонавт бывал не один раз. Приезжал навестить старшего брата, который жил на улице Ломоносова. А работал сначала на заводе «Химволокно», затем на радиозаводе. Одна из городских легенд рассказывает, как космонавт приезжал в Рязань инкогнито. Но несколько офицеров ГАИ узнали его. И уже сегодня в некоторых публикациях можно увидеть эту историю. Первый раз Юрий Гагарин хотел сюда приехать инкогнито, сделать сюрприз. То есть он приехал в черной шляпе, в очках, чтобы никто его не заметил. Но потерялся. Спросил дорогу у гаишников. И, естественно, те сразу же его заприметили, позвонили городским властям. О том, что Юрий Гагарин действительно бывал в Рязани, можно увидеть и на фотографиях, которые представлены на выставке его личных вещей в Рязанском Кремле. Здесь попытались отойти от шаблонного образа Гагарина. Отличник в школе, лучший товарищ и идеальный советский гражданин. Такая картинка закрыла собой образ настоящего человека. В первую очередь человека, которому пришлось преодолеть множество испытаний. Вот он был в детстве. Было много проблем, разумеется. Война, оккупация и так далее. Вот он учился. Как он стал летчиком, потом как он стал космонавтом. Это вообще было не так все просто. Ну и, наконец, самое главное – это его полет. А полет его был делом, скажем так, непростым. Очень много было сложностей. Были моменты, когда он был на грани гибели. И вот, когда начинаешь это подробно изучать, я надеюсь, что и зрители это увидят здесь, начинаешь на самом деле понимать, за что его любили и ценили. Сразу после эфира программы «День города» смотрите специальный репортаж о том, какое отношение первый космонавт мира имел к Рязани. Судьбы людей, истории целого народа. На этом программа «День города» прощается со зрителями до завтра. Мы благодарим вас за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok